Знакомство с городскими проектами, исполняющей обязанности начальника управления городского транспорта Ирины Черноусова начинает с ОЗО. Функции, задачи, организация, контроль за транспортом через систему ГЛОНАСС. Обратная связь налажена четко. Поступает жалоба от граждан. Если есть возможность, мы связываем непосредственно гражданин со специалистом. Но просто есть определенные граждане, которые желают услышать непосредственно начальника управления транспортом. Но здесь уже принимаем по обстановке. При наличии его на месте, возможности ответить на вопрос, непосредственно связываем в настоящее время со мной. Так мы выделяем тот же самый четверг с 4 до 6. То есть секретарь подает определенный список с номерами, куда мы просто звоним, ну и либо лично, либо как-то связываем. Вопреки расхожему мнению, коммерсанты перевозят людей не по договорам с администрацией. Сейчас все отношения регулирует федеральный закон. Поэтому в случае недовольства частными извозчиками требовать от мэрии разорвать договор – ошибка. На нерадивых предпринимателей есть другие способы воздействия. Еще на одном мифе, якобы преднамеренном уничтожении и банкротстве управления Рязанского троллейбуса, Ирина Черноусова остановилась акцентированно. Мало того, что он обхватывает 21 автобусный, 15 троллейбусных маршрутов, то это практически две трети от того количества, что обслуживают у нас коммерческие перевозчики. То есть очень большой объем маршрутов находится, скажем так, в ведении муниципально-мунитарного предприятия управления Рязанского троллейбуса. Это, скажем так, первое. Второе, конечно же, это трудоустройство очень большого количества людей. Мы неоднократно говорим, что у нас на муниципальном предприятии работают до тысячи людей. И третий, немаловажный фактор, который является немаловажным непосредственно для каждого, для населения, даже не в том числе, а именно населения города Рязани, это то, что МУПРТ у нас является определенно сдерживающим фактором для коммерческого перевозчика. Свой сдерживающий фактор активисты преодолели ближе к концу разговора. Они сами предложили оформить на остановках антивандальные таблички с расписанием. В управлении транспорта идея пришлась по душе, как и совместное обсуждение создания отдельных полос движения для общественного транспорта и опыта других городов. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».